Вчера, именно 9 мая, фонд «Открытый диалог» опубликовал открытые данные, которые взяты из официальных источников о том, как Кыргызстан активно помогает Путину, поставляет различные чипы, интегральные схемы, различные приспособления, которые используются в пехотных и других минах, разные подшипники, которые используются для танков любой другой бронетехники. Оборот между Россией и Кыргызстаном существенно вырос, там просто десятки, сотни раз увеличились поставки тех товаров, которые вообще когда-либо Кыргызстан даже не поставлял в Россию, представляете? То есть это гигантская дыра, которая стремительно расширяется, дыра ухода от санкций. Запад обложил Россию различными санкциями. И Казахстан, и Кыргызстан активно помогает Путину обходить санкции, поставляя именно товары двойного назначения. Понимаете? И я в этой связи даю ссылку, у меня на моем фейсбуке, инстаграм, ютюбе стоит ссылка на этот отчет, можно внимательно ознакомиться. В ближайшие дни я буду публиковать детальные данные о том, как Кыргызстан помогает России. Более того, на самом деле, хотя все это числится в официальной статистике, я разговаривал со многими людьми из Кыргызстана, которые прекрасно знают, как обстоит дело в реальности. Обстоит дело в реальности так. Товары покупают с Европы в Европе и напрямую сбрасываются там, в Россию. Они даже не заезжают в Кыргызстан, а в Кыргызстане просто ставят печати, взимают какие-то официальные платежи и в реальности двигают туда-сюда таможенные документы. А грузы сразу прямиком из Европы или из каких-либо стран зависают именно в России, ну чтобы сэкономить на транспортных расходах. Вот реальность такова. И реальность такова, что к операциям экспорта-импорта, именно такого рода, допускается узкий круг приближенных Садра Жапарова. Я сегодня читал ряд комментариев, кыргызы там недоумевают, говорят, зачем вы лезете в наши внутренние дела. Уважаемые граждане Кыргызстана, Кыргызстан на крови, на крови пытается осуществить те или иные поставки, которые разоряют и убивают Украину. Завтра этот Путин придет к вам, потому что у него цель построить прообраз так некого Советского Союза, по сути Российской империи, когда он там будет сидеть в Кремле и также управлять, помыкать и Кыргызстаном, и Кыргызстаном, и всеми странами Центральной Азии. И та самая независимость, которую вы считаете у вас есть, она будет потеряна вами надолго. Вот цена вопроса того, что вы помогаете Путину. И когда мне говорят, что давайте вы занимаетесь только своей страной, хотел бы напомнить, что Кыргызстан также помогал Путину в январе прошлого года, когда было принято ощущение вести войска ОДКБ, в их составе были солдаты и Кыргызстана. Я в этой связи хотел бы вас предостеречь и обратить внимание, что нынешний президент Садр Жапаров построил в Кыргызстане идентичное государство, как в Казахстане, диктаторское государство, когда все речи власти только у него в руках, он посадил в тюрьмы оппонентов, раздавил прессу независимую и так далее. Это такой же режим, который существует в Казахстане, в Узбекистане или в Таджикистане. И вы это прекрасно знаете. Кто не знает, вы просто узнаете, кто сидит в тюрьмах, каким образом существует оппозиция и что делает ваш президент. Это, к сожалению, оказался продолжатель коррумпированных режимов, которые были у вас и ранее, при Бакиеве в частности. И вот сегодня я вынужден это все озвучить, потому что такого рода действия приводят к тому, что и Казахстан в скором времени после того, как, если Путин реализует свои планы в войне против Украины, он просто поглотит в том числе и Казахстан. Я этого не могу допустить. Я многие годы своей жизни отдал борьбе против этого режима. И поэтому я сегодня озвучиваю свою позицию и по Кыргызстану. Мне там пишут, что якобы в Кыргызстане существует там какая-то версия, что я когда покидал Казахстан, что якобы я уехал через аэропорт Монас. Все это вранье, которое распространял режим Казахстана. 29 января 2009 года я открыто уехал из Астаны, из Астаны в Москву, а далее в Лондон. Вот с тех пор я живу за пределами Казахстана и организовываю борьбу против этого режима. Никогда кыргызской власти мне не помогали ни с чем. Никакими там мифическими паспортами, якобы мне предоставляли возможность вылететь. Нет, я был противником и очень негативно относился к вашим руководствам. В тот период был Бакиев. И я активно помогал вашей оппозиции бороться как против Акаева, так и против Бакиева. Чтобы у вас не было каких-то там иллюзий, что якобы мне кто-то там в Кыргызстане помогал. Нет, мне в Кыргызстане никто никогда не помогал. Теперь я хотел бы сказать следующее. Вот здесь есть данные. Прошу обратить внимание именно кыргызов, что Жапаров, например, реэкспортил в России электродетонаторы. Это для производства, применяется при производстве противопехотных и противотанковых мин. И я хочу сказать, что в нынешнем отчете для Европы и для Америки существуют рекомендации ввести санкции не против народа Кыргызстана, а конкретно против пяти лиц. Именно в первую очередь, в связи с тем, что все эти действия осуществляются не только сведомо, но по приказу Садра Жапарова, он в списке стоит первый. Второй стоит председатель ГКНБ, его правая рука, министр внутренних дел, генеральный прокурор, председатель Национального банка и министр информации. По-моему, так у вас называется.